Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. У меня тут просто огромнейший пакетик, много всего, много декоративки, так как наводила шмон у себя на декоративных полочках. Итак, поехали по порядку. Бады у меня тут сверху лежат. Бад коллаген, это еще когда пропивала курсом, 3 штуки, 3 пачки выпила. Не могу сказать, что что-то заметила, я, знаете, больше вот, ну, ну, для чего? У меня перелом позвоночника, но спина все равно периодически тянет, особенно когда долго сидишь, поэтому я не сижу, только во время обзора. Я либо бегаю, либо бегаю. Вот, артикул 158-76. Он сначала идет на проблемные места, там, где его не хватает, кости, суставы и так далее, органы там. Он туда прям пачками уходит, а на третьей пачке, где-то к концу второй, начинает расходоваться на красоту. Поэтому вещь классная. Второй раз я курсом пропиваю. Все отлично. Д3 плюс К2 комплекс молекулярных БАДов допила. Д3 сейчас пью на постоянной основе. Либо классический фаберликовский БАД, либо вот этот молекулярный. А тут еще плюс К2. Поговаривают, что так лучше усваивается. Поэтому, какие бывают по акциям, то и те берут. 158-09. Или по ВИП-программе чаще всего берут именно эти баночки. Так, вот еще одна у нас. Селен. Селениум хилат. Вот так выглядит баночка. 158-06 пропила, тоже для профилактики. Кто не знает, для чего нужен Селен, обязательно почитайте в интернете. Вещь тоже очень классная. Мицеллярочка Вербена. Закончилась вот такая вот малышечка. Артикул 0987. Здесь всего 100 мл, но я ее люблю. Маленький формат, удобно брать с собой. Это раз, она мне вообще не щиплет глазки. Это два. И снимает даже самый стойкий макияж. Поэтому в любимчиках. Но сейчас вот обновленная Аксиологи тоже очень нравится. Прям не могу сказать или выбрать какую-то из них. Обе очень хорошие. Но та выходит бюджетнее. Там объем огромный. Так, шампунь. Вот такой вот недавно показывала вам бальзам. Теперь шампунь. Артикул 1770. Это рост волос. Опять же скажу, что я не заметила какого-то дикого роста волос. Но как шампунь нормальный. Нормальный. И зуд он мне тоже не вызвал. Но я опять же повторюсь, я не мою постоянно одним шампунем. Я всегда чередую. То есть у меня штуки три в использовании стоят как минимум всегда. Ксюшка тоже и мыла. Нормальный. Но чтобы вот повторить. Нет. Там есть шампунь и фиберлик. Еще, кстати, даже дешевле. После которых волосы лежат там просто изумительно. Здесь такого нет. Обычный посредственный шампунь. Серия Ума. Закончилась вот такой вот гель для душа. Пена, точнее, меняющий цвет. Артикул. Артикул где-то. 2882. 3+. Это линейка. Она действительно меняет цвет из такого вот зелено-оливкового, что ли, превращается вот в такой вот ярко-синий. Вода, вода, не пена. Пена белая всегда при любых раскладах. Так, ежедневно закончились мои любимые прокладки. Фиберлик. Очень их люблю и уважаю. Перепробовала кучу всяких разных. Фиберлик лучший. 112-88. Здесь 20 штук. Но единственный момент, они как бы очень широкие для трусиков танка. Там и даже для обычных трусиков хлопковых. Может быть широковато. Вот где ластовица. Поэтому иногда приходится подгибать. А так, в этом плане, ежедневки отличные. Клеевая основа очень хорошая. Не отклеиваются. Что важно. Потому что брала похожий с анеоновым чипом в магнит косметик. И вот там вообще история такая интересная. Они через 5 минут уже отклеивались. Я немножко такая сегодня хрипшая. Ну да ладно. Бронха, форта. Я вообще на зиму прям всем рекомендую вот этот вот бат. Артикул 158-12. Он вообще волшебный, девчонки. Он творит с первой капсулы чудеса. Вот начинаете заболевать. Начинается какой-то противный сухой кашель. Прям одну капсулу выпиваете. И на следующий день я детям даю, обоим. И в 3 года тоже по одной капсулке даю. И Ксюшке по одной, когда вот болели. И на следующий день уже влажный, легкий, такой хороший кашель. Вообще вещь обалденная. Состав шикарный, рабочая. Микстуры аптечные. Такого эффекта с первого раза не дают. Понимаете? Поэтому я медик, кто не знал, топлю за БАДы. Не за лекарства. Живица. Живица тоже на зиму прям обязательно. Всегда пару баночек есть в запасе. Мы сейчас осенью все пропили. Крестюше даю по одной. Ксюшке даю по 2. Сама пила по 3. Курсом пропили 2 банки. 158,62. Живица. Вещь великолепная. Уже рассказывала много историй. У меня именно с ней Ксюшка. Начала ходить нормально в сад. И перестала каждые 2 недели хватать вот эти простудные заболевания. Всякие разные. Поэтому всегда всем тоже рекомендую. Ультракондиционер для белья. Вот такой вот хорошенький экзотический оазис. Что-то я совсем, девчонки, голос теряю. Как бы обзор тогда снять. Вирусы эти задолбалежа. 30809. Вкусный, классный. Мне нравится. Имеет место быть. Буду его брать, чередовать. Свежий запах фруктов и цветов. Достаточно сладкий, насыщенный. В том числе на сухом белье. Нравится. Очень нравится. Вот этот аромат. Он прям немного похож на мелодию солнца. Мой любимый мицеллярный гель для душа. На данный момент мой самый любимый гель для душа Фиберлик. Артикул 8659. Вот такой салои. Я его добавляю во флакон из-под вспенивателя. Пенку покупала. Грасовскую. Большую такая она прям. Мне кажется там литр. И туда выливаю целый вот этот флакон. И разбавляю водой. В таком же количестве. Даже больше. На 1 к 3 где-то получается. То есть это, во-первых, мега бюджетно экономно. Но я не с этой целью делаю. Гель сам по себе и так очень-очень нежный. Но когда его превращаешь в пенку, он становится вообще еще нежней. И с такой пенкой принимать душ вообще блаженство. Так, крем для век, девчонки. Вот такой отвербенно. Ничего не могу сказать. Никаких чудес он ни с веками не сделал. Обычный посредственный увлажняющий крем для век. Я его уже добивала на все лицо. Потому что вы меня знаете. Я вот такое подразделение не люблю. Я на веки мажу то, что мажу и на всю лицу. Дальше две коробочки. Это вот такие вот ловушки цвета. Артикул 308-44. Сейчас их беру, кстати, на постоянной основе. Распробовала, зауважала. Как применяю. Я не сортирую белье. Единственное, что черное сортирую от всего остального. А белое я стираю вместе с цветным. Положив одну, ну максимум две. Вообще одну достаточно. Ловушку в барабан. И у нас не белое не окрашивается. И выходит идеально белым. И, в общем, это экономит вам порошок и кондиционер. Классно. Мне нравится. И машинку бережет. Не надо 150 раз стирку запускать. Все, постирали с ловушками. Это один раз. И красота. Листовые пластины. 308-43. Отошла от них уже и вот остатки до била. Все-таки наш порошок сыпучий, который сейчас покажу. Он лучше всего, на мой взгляд, все-таки отстирывает. Лучше себя ведет в машинке. Лучше всего выполаскивается. Он просто идеальный. Концентрированный стиральный порошок. Вот такой я беру. Здесь альпийские луга и горная свежесть. Именно их беру уже много-много лет. 323 и артикул 322. Они обалденные, шикарные. Они помимо того, что классно стирают, они еще и вашу машинку чистят. Они ее реально чистят. То есть периодически надо, если постоянно им стираете, проверять слив, где открываются у нас с вами отверстия. Потому что могут камни оттуда выпадать огромные. Еще один любимый кондиционер. Мной это вот такой вот Sensitive 0+. Самый нежный аромат и самое мягкое белье после него на выходе. 308,56. Очень вкуснючий. Беру на постоянной основе нежные такие розовые цветочки. Действительно есть какая-то одушечка. Запах хлопка, нежнятинка, чистота. В общем, все супер. Тут же у меня затесалась еще и органа. Давно ее, кстати, не брала, не повторяла. Видимо, поднадоела. Артикул 308,54. Органа это мощная вообще вещь. Вещь очень мощная, которая пахнет и на сухом белье достаточно сильно и ярко. И одушка здесь красивая, парфюмерная. Это, мне кажется, самый насыщенный кондиционер Фаберлик. Вот такую баночку покажу. Универсальное антибактериальное средство. Действительно, штука очень универсальная. 301,36 артикул. Помимо того, что в сезон простуды, ее можно распылять в помещении, дома, в школе, в офисе и так далее, чтобы не заразиться, не заболеть. Убивают бактерии. Я еще использую, сейчас отдельно прям бутылочку заказала для цветов. Для помидоров уже рассказывала лайфхак на день. И для цветов. Если что-то начинает с землей происходить, земля заболела в цветах, не дай бог плесневает, или вы видите мошки, может такое тоже бывает, мошки какие-то мелкие. Вот это средство прям поверху на землю распыляю. На сам цветок могу тоже, я сейчас про комнатные цветы, да. И все проходит. За пару дней все проходит, и земля излечивается, и цветок тоже. В общем, рекомендую, попробуйте обязательно. Так, дальше из серии дома у нас еще с вами два средства, и дальше практически одна декоративка. Для ванной комнаты средство. Артикул 302,21. Очень люблю, надеваю сюда триггер и пользуюсь. Перчатка резиновая, наша оранжевая, прохожусь. Ванна идеально чистая. Больше пяти минут на поверхности ванны железный-железный не держим, чугунный. А накриловый можно, потому что разъедает краску. Освежитель для дома. 303,28. Водный, безопасный, вкусный, суперский. Есть у деток вот такая вот кнопка. Ее и взрослому тяжело нажать, поэтому так вот обезопасится. Именно вот этот аромат обалденный, цветочное облако. Господи, какой он крутой. Я сейчас себе закажу таких несколько. Очень классный. Вот очень классный. Вкусный, прям цветы. Роза в хорошем понимании слов, потому что я розу классическую не люблю. Прям вкусный букет. Так, дальше. Есть даже новиночки у меня. Тут и порошок рассыпался. Вот ты какой. Любимое средство для интимной гигиены из линейки Эксперт Фарма. Артикул 1,640. Очень нравится. Переливаю во флакон с носиком, с дозатором и пользуюсь. Мне вот гель из этой серии почему-то сушит. А вот это средство деликатное, потрясающее. Салфетки Ума. Одну пачку сохранила, так выбрасываю, потому что у меня их миллион. 3 плюс 15 штук. Артикул 32,18. Потрясающе. Салфетки цена адекватная за 15 штук. Большие, хорошо пропитанные. Очень люблю, уважаю. Ребенку в школу кладу. Дома есть, лежат. В садике у Крестюши тоже в ящике лежит пачка. Всегда пригождаются. Так, дальше. Вот такие вот очищающие полоски для носа. Недавно вместе с Ксюшкой сделали. И, кстати, оторвала по ходу дела вместе с артикулом. Но ничего, найдете. Классные рабочие полоски. Делать только нужно по инструкции. Инструкция подробная. На задней стороне есть. На распаренный носик. Прям здорово. Ждем высыхания. Прям так шмяк. И прям вообще здорово. Нос чистый. Сразу становится чистенький, гладенький. Супер. Тонизирующая масочка. Вот эта пандочка. Классная. Суперская. Как говорила в недавнем обзоре. Это лучшие тканевые маски Фаберлик. С потрясающим плотным лекалом. С потрясающей сывороткой. Никаких заломов не остается. Лекала большое. Можно обернуться. Все замечательно. Все супер. Артикул 120-18. Кто не пробовал, обязательно, девочки, попробуйте. Я осталась в восторге. Так, дальше, мои хорошие. У меня здесь Дрим Терпи. Их уже этих спреев нет. Поэтому останавливаться не буду. Это Ксюшка все свои запасы подбивает. Крем для рук. Подбиваю тоже сейчас запасы. Много их всяких разных стоит. 28-56. Это облепиха у нас с вами. Я люблю запах облепихи в уходовой косметике. Поэтому мне зашел. И он питательный. Он действительно питательный. Он хорошо питает. Прям вот как силикончиками. Ручки покрываются. Гладенькие, хорошенькие. И впитываются, несмотря на это, очень быстро. Дальше. 100 лет назад набрала автозагаров по смешным ценам. Рублей по 10, по 20 они были. До сих пор расходую. Вот только первый закончился. Артикул 26-95 использую на постоянной основе в холодное время года на лицо. Сейчас я знаете, как делаю? Наношу на ватный диск. Много-много. И по лицу, и декольте, и шее прохожусь как следует. Вот буквально позавчера делала. Поэтому легкий загар на лице у меня присутствует. Не люблю вот эту аристократическую бледность. Прям вот терпеть не могу, если честно. Поэтому два раза в неделю, минимум один раз в неделю, я его так на лицо использую. Но я просто агрессивно умываюсь. Использую в уходе кислоты. Поэтому он у меня смывается быстро. А так с первого раза, вот на ватку я люблю посильнее эффект. Потом еще раз на ватку. Напшикал на ватный диск. Везде-везде хорошо. Вот так промокнул, прошелся. И прямо на следующее утро вы загорелая, красивая, замечательная. Видите, вместо тонального крема, потому что цвет лица сразу выравнивается, становится очень красивым. Сейчас я вам покажу четыре туши. Вчера разбирала. Первая, которая сейчас у меня на ресничках, девчонки, это Solon. Одна из любимых. Я посмотрела, у меня есть такая новая, поэтому отправила эту в пустышки. Вот она в два слоя. Она у нас с вами снимается. Артикул не скажу. Очень дешевая тушь, которая настолько же крутая, насколько дешевая. Solon. Смывается чулочком, теплой водичкой. Не отпечатывается вообще. Все лето ее использовала. Тушь великолепная. Кисточка здесь силиконовая. Вот такая большая, пушистая. Супер. Что тут еще скажешь? Дальше у меня две туши. It's Collagen. Я их выкидываю. Им еще можно пользоваться, но я их выкидываю, потому что они классные. Они неплохие. Артикулы, кстати, стерлись. А нет, вот один артикул 56. 764. Это вот такая интересная кисточка. Тоже силиконовая. Они имеют место быть, но мне не хватает от них эффекта. Второй артикул стерся. Здесь кисточка фибровая. Вот такая вот обычная классическая. Мне не хватает от них эффекта Вау, а я его люблю. Поэтому выкидываю. И мискерл. Вот такая в золотом флакончике у нас обновленная. Здесь, по-моему, тоже. А, нет, есть артикул 56, 761. Силиконовая изогнутая кисточка. Вот такая вот потрясающая. Одна из лучших тушек Фаберлик. Которая подкручивает реснички. И объем создает. И удлинение создает. И фиксирует их. Очень хорошая тушь тоже. Прямо вот можно присмотреться. И не отпечатывается. Мыло уже новое. Со змеей у меня Крис израсходовала. Что сказать. Мыло как мыло. Мыло хорошее. Все супер. 81,35. Одушка приятная такая. На подарочки. На Новый год прям смело можно набирать. Дальше. Выкидываю палетку для скульптурирования. Мою любимую. Потому что уже израсходовала скульптур в ноль. Все остальные видите у меня медленно расходуются. Артикул тоже вам не назову. Потому что его на упаковке нет. Это где вот такой вот коралловый оттенок румян. Освежающий. Видите как у меня медленно дело идет с румянами и с хайлайтером. Как быстро со скульптором. Там есть такой знаете серовато-малиново-сиреневый румян. А есть вот такие освежающие. Вот где освежающие. Действительно получается освежающий макияж. Мне та вот палетка совсем не нравится. А по качеству они изумительные. Ничего плохого вообще сказать не могу. Так все додостаю. У меня тут порошок почему-то немножко просыпался остатки. Помадки. 45-71. Не знаю я сейчас этот бальзам или нет. Выкидываю его. Потому что у него уже срок годности прошел. Но почти его допользовали. Кстати неплохой бальзам. Очень неплохой. Так. Вот таких мне кажется помад уже точно нет. Это прям у меня раритет. Артикул 43067. И кстати цвет обалденный. Не знаю попробуйте забейте есть или нет. Он освежающий. Ее допользовали практически. Это такой вот оттенок розовый с коралловым подтоном. Мне кажется вот камера вам его розовит. Он с коралловым подтоном. Вот. 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 Что ты делаешь камера. В общем оттенок очень классный. Носибельный. Это не матовая помада. Она кремовая. Она прям мега питательная увлажняющая. Но не растекается. Вот на холодное время годы супер. Мне кажется нет. Перевыпустили их уже. Глэм Роуз из линейки Глэм Тим. Вот такой вот блеск бальзам. Выбрасываю. Потому что мне не нравится оттенок. Артикул 411.00. Если вам понравится. Можете пересмотреться. Здесь такая огромная кисточка. Сейчас я вам просвочу. Он такой. Карамельно. Не знаю какой-то. Но у меня он старит. Вот этот оттенок. Это как лак даже для губ. Я бы вам сказала. Вот реально как лак. Потому что вот такое вот получается лаковое покрытие. Если вы такое дело любите. И вам нравится вот этот оттенок. То прям пожалуйста. Дальше засохли тени. Уже нет у нас. К сожалению. Там несколько оттенков. Буквально жидкие тени для века. 5786. Кстати по-моему вот этот оттенок есть в наличии. Я забыла как он называется. Он достаточно темный девчонки. Он прям такой бронза. Розовое золото. Но в квадрате. То есть темный-темный. Такой даже не знаю как его назвать. Этот оттенок с бордо что ли. С бордо немного. Вот. Вот. Смотрите. Но он красивый. Он красиво на веках переливается. И если его подтушевать. А я плотно так никогда не наношу эти тени. То получается очень красиво. Давайте сейчас еще раз вам покажу. Получается прям красиво. Так немножечко подтушевать. Можно. Насколько вам нужно. Насыщенно. Они у меня уже подсохли. И стоят уже очень долго. Поэтому выкидываю. Так. Все вам вроде показала. Рассказала. Целая гора у меня сзади на столе лежит. Надеюсь вам было полезно и интересно. Ссылочка для регистрации. Всегда под роликом в инфобоксе. И вот здесь вот вверху тоже для вас оставляю. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok